Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книге, о музыке, о кино. И что это всё это я рассказываю о каких-то серьёзных вещах. А давайте поговорим о жанрах, которые так нравятся самим детям, но при этом являются откровенно легковесными. Страшилки или мрачные истории о страшных и ужасных происшествиях, которые случаются с неосторожными персонажами, это очень древний жанр. Вероятно, впервые пионерский лагерь, в котором рассказывали вот эти вот истории про чёрную руку и всё остальное, это был кружок молодых, юных, я бы сказал, пяти кантропов вокруг костра, которые сидели и обгладывали косточки мамонтов на свежем воздухе и рассказывали друг другу страшные истории про ужасные вещи. Вы представляете? И так далее. Вот здесь вот Наталья Соломко и Иван Вастросаблин. Собственно говоря, я практически уверен, что это псевдоним, потому что человек с фамилией Вастросаблин, ну, это настолько прекрасный человек в моём воображении после прочтения этой книги, что я одновременно боюсь его и очень рад от встречи, которая случилась с ним на страницах этой книги. Значит, вот Наталья Соломко и Иван Вастросаблин написали «Чёрную руку» из второго подъезда. Прекрасное уточнение, которое, если вы чувствительны к стилистическим подобным вещам, мгновенно снижает весь пафос, весь ужас от названия «Чёрная рука». Так вот, «Чёрная рука» из второго подъезда, не путайте, пожалуйста, с остопленным ботинком, из четвёртого, она является кошмаром местного значения. И значение это довольно местное. Ученики пятого, шестого, седьмого класса, они, конкретно пятый «Б», вот с него начинается история, они знают много ужасного в этой жизни. И ужасное, номер один, с которого начинается книга, это «Красное пятно на стене в кабинете школы». Тут история очень простая. Те, кто учится, хорошо успевает, тех это «Красное пятно» пугает, а затем и похищает. А те, кто, значит, ну, как бы вот балду пинает, те, кто не хочет учиться, те вроде как ещё живы пока. Вот поэтому-то в пятом «Б» атмосфера не самая учебная. И поэтому-то дети там веселятся от души, и поэтому-то там такой бардак стоит, что просто невозможно преподавать. И юная учительница, молодая, которая пришла туда, она вынуждена была обратиться к помощи милиционера. А милиционер оказался отважным человеком. Он сразу смекнул, что кладовка, которая находится за стеной, на которой появляется «Красное пятно», она совершенно не зря там находится, и кое-кто в этой кладовке я дальше рассказывать не буду. И все истории в этой книге столь же прекрасны. Во-первых, они поучительны. Во-вторых, они смешны. В-третьих, они являются, ну вот, точно укладываются в образцы жанра, в рамки жанрово-страшных историй. И кончаются они все примерно одинаково. Как кончается история с мальчиком, который спрятался в пианино для того, чтобы получить деньги на ролике. Но при этом он же не просто так туда спрятался, да? Больше я вам сюжет ни одной из историй не перескажу, потому что я читать будет совершенно неинтересно. Как и любой хороший анекдот, смысл этих историй заключен в основном на последней страничке, в последней фразе, в заключительном демоническом аккорде и зловещем хохоте, который раздается в конце каждой такой истории. И если вы хотите действительно повеселить ребенка младшего школьного возраста, я думаю, что на средний рассчитывать все-таки уже не стоит, то можете смело почитать ему вслух эти истории или дать эту книжку, будучи уверенным. Читать будут вместе, большой компанией, при свете фонарика, под одеялом или где-нибудь там укрывшись в потайном месте, куда вход только строго по паролю для всех взрослых. И обязательно придет и черная рука, и костяная нога, и золотой костыль. Кто только не придет в гости. Дай бог, чтобы... А, вот, серо-буро-малиновое пианино. Прекрасная история, мне так понравилась. Во-первых, идея залезть в пианино не покидала меня в самом детстве очень долго. Мне все время казалось, что было бы здорово там спрятаться и выскочить оттуда в самый напряженный момент какой-нибудь концерта, утренника или так далее. Но если вы когда-нибудь заглядывали в пианино, а я заглядывал, там, в общем-то, поместиться довольно сложно. А тут надо все пианино и выгрести сначала, а оно там крепко натянуто и здорово привинчено. Слава богу, ребенок с этим не справится. Но вот этот малыш справился. Остальные истории, как я уже говорил, рассказывать не буду. Отдельный разговор об иллюстрациях. Они, конечно, очень четко показывают, чем иллюстрация к детской книге отличается от карикатуры. Карикатура делает то же самое. Она преувеличивает, выпячивает, да, и делает, представляет наш мир в виде какой-либо гиперболы преувеличения, да. Но при этом она обязательно злая. Она обязательно злая, потому что без злости, без хорошей злости, без хорошей вражды к пороку карикатура существовать не может. Это будет не сатира. Это будет беззубая сатира, самое жалкое зрелище на свете. Так вот эти иллюстрации как раз очень добрые. Они очень добрые, и они, опять же, показывают еще раз, что сама та книжка очень правильная. И даже если вы очень осторожно относитесь к специфически жанровым явлениям, таких как страшилки, смешилки, да, вот специально детские такие, которые придумываются для того, чтобы дети не скучали, а ничего серьезного или хорошего в себе не содержат. Вот если вы даже осторожно относитесь к подобному черта красному, такому зловещему оформлению, вы полистаете книгу. Очень добрая, очень смешная и совершенно правильная. Бояться не перебояться. И самое главное, развлекаться и поучаться. Потому что в этой книге каждая история содержит что-то такое, что понравится строгой, самой строгой учительнице. Такой вот седой, все и такое. Значит, читайте, наслаждайтесь. Это издательство Репо. Здесь, естественно, есть прекрасная аннотация. В черном-черном городе, на черной-черной улице. Нет ничего страшнее, нет ничего веселее, чем рассказывать ужасающие истории, собравшись большой компанией у костра. Ну, вот с этого я начинал, да. А если ты дома, то забирайся под одеяло, включай фонарик и так далее. Но эти страшилки, они не только пугающие, волнующие и так далее. Они очень веселые, очень смешные, очень поучительные и очень добрые. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Бу-у-у-у.